Здравствуйте, это новости Дагестана, в студии Ахатима Буталибова. Сейчас коротко о главных событиях выпуска. Упредить угрозу. Массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартует в России. Профилактические меры. В Буйнакске проходит повсеместное информирование населения о профилактике кишечных инфекций. Во избежание коллапса. Городские службы Махачкалы начали влюблась мусора в столице. В России начинается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В гражданский оборот поступило уже более полутора миллионов доз вакцины. В ближайшее время объемы производства и поставок препаратов регионы вырастет. В частности, до конца этого месяца ожидается завоз еще двух миллионов доз спутника ВИ. Вакцинация от коронавируса в стране проводится бесплатно и на добровольной основе. Разработчики вакцины отмечают, что важные преимущества препарата – это безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. За минувшую неделю на дорогах Дагестана произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий. Восемь погибших, более 40 человек получили ранения, среди которых маленький ребенок. Об этом сообщает региональное управление госавтоинспекции. Дорожные полицейские в очередной раз напоминают водителям и пешеходам неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы сохранить свои и чужие жизни. В Буйнакск, где сейчас отмечается вспышка острой кишечной инфекции, направлена бригада специалистов Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики. Специальная машина с громкоговорителем курсирует по наиболее оживленным районам города, донося до каждого жителя информацию о том, что нужно делать для предотвращения заболевания кишечными инфекциями. Данные о мерах профилактики врачами-гигиенистами центра транслируются в максимально доступной форме через громкоговорители. На руки населению раздают листовки с правилами защиты. Мультимедийная выставка к столетию про возглашение о автономии Дагестана открылась сегодня в Махачкале. Более 60 оцифрованных полотен из фондов Музея изобразительных искусств имени Камзатова и Национального музея имени Тахо Годи, представленный на экспозиции, посетила выставку и наша съемочная бригада. Дагестан, все, что люди мне дали, я по чести с тобой разделю. Я свои ордена и медали на вершине твоей прикрытии. Документальная хроника становления республики размещена на сенсорных панелях. Здесь и говорящие исторические фотофакты и оцифрованные картины Николая Лакова, а также биографии известных личностей, стоявших у истоков образования ДССР. Период революционных событий, период гражданской войны оставили след не только в мировой истории, но и в истории нашего с вами края. Нерчайшим примером промышленного развития является строительство восьмого цеха на морской глади в двух километрах от набережья Каспия. Организаторы выставки отмечают, что она будет интересна и взрослым, и детям, поскольку наглядно демонстрирует, как наш край обрел автономию, получил статус республики и стал писать свою кардинально новую историю. Это событие определило развитие народа республики на новую срочную перспективу и стало мощным толчком для развития промышленности, развития сельского хозяйства, массового строительства, развития массового образования, здравоохранения, социальности, развития культуры, искусства, литературы, спорта. И многие дагестанские имена стали известны по всему миру. Свои творческие работы, одежду с национальными элементами также представили студенты техникума дизайна, экономики и права. Экспозиция продлится до конца месяца в историческом парке «Россия. Моя история». Лариана Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. В Дагестане в этом году стартует второй этап всероссийской акции «Слава врачам». В этой связи 26 января пройдет и научно-практическая конференция. Участники обсудят новые методы реабилитации после первых волн коронавируса и опыт работы в красной зоне. Также на базе комплекса «Журавлей» будет открыт три единых духовных центров, включающие мечеть, часовню и синагогу. Впервые мы эту программу реализовали, мы ее разработали. И все процедуры, которые включили в эту программу, основываются на серьезных научных исследованиях, которые мы проводили. В прошлом году в научно-оздоровительном комплексе «Журавлей» бесплатную реабилитацию прошли более 650 врачей. На сегодняшний день для тех, кому нужна реабилитация, здесь доступны более 20 различных процедур. Кроме того, на основе наработанного опыта руководство центра разрабатывает новые методики реабилитации после COVID-19. Городские службы Махачкалы продолжают вывоз мусора. Напомним, накануне «Рего-оператор» лидер отказался продолжать вывоз мусора в Махачкале и Каспийске до определения нового тарифа. В результате на контейнерных площадках стали образовываться мусорные завалы. Власти приняли решение приступить к вывозу мусора самостоятельно. К этой работе в круглосуточном режиме приступили работники МБУ «Махачкала-1» с использованием спецтехники и грузового транспорта. А в Каспийске прошел субботник по уборке мусора. Акция была организована в целях недопущения усугубления ситуации по вывозу отходов. С привлечением более 30 единиц техники были убраны улицы, на которых образовались скопления мусора, а также улицы прилегающих к городу дачных поселков. В общей сложности на место временного размещения отходов было вывезено более 60 КАМАЗов. Всего вывезено более 700 кубов мусора. У нас случился мусорный коллапс ввиду того, что управляющая компания «Лидер» отказалась в дальнейшем проводить сбор и утилизацию мусора. Поэтому Министерство природных ресурсов и экологии в полном составе вышло сегодня на экологический субботник с целью уборки контейнерных площадок и в случае необходимости в дальнейшем будут проводиться аналогичные мероприятия. Параллельно вопрос нормализации работы в данной сфере решается. В Дагестане уменьшилось количество заключаемых браков. Об этом сообщает Дагстат. В 2020 году зафиксировано на 1400 регистраций меньше, чем в предыдущем. Однако, как ни странно, самая большая отрицательная разница наблюдалась и в январе. Статистика разводов показывает замедление и в апреле-майе в связи с тем, что ЗАГСы работали в ограниченном режиме. При этом видно, что это не повлияло на количество разводов. Они все так же продолжают расти. МЧС предупреждает о лавиноопасности в горах республики. Главное управление спасательной службы распространило экстренное предупреждение. В горных районах высотой выше 2000 метров над уровнем моря возможен сход лавин. В связи с этим в ведомстве просят жителей воздержаться от дальних поездок, от походов на опасные участки, быть бдительными и осторожными. И к новостям спорта. Жесткие и бескомпромиссные поединки, сокрушающие удары и победы на волевых. Накануне в Сочи прошел дебютный турнир бойцовской лиги «Брейв», организованный совместно с лигой «Крепость Селекшн». В главном бою вечера успешную защиту чемпионского пояса провел Эльдар Эльдаров. О том, какие эмоции царили на арене, расскажет Курбан Рагимов. Руки, руки поднимем! Руки выше! Четкое следование по ставленному плану привело Эльдара Эльдарова к победе. В титульном бою против бразильца Леонардо Мафры чемпион «Брейв» работал вторым номером. Резко сокращал дистанцию и наносил точные удары. К концу первого раунда у соперника рассечена бровь, он не в состоянии продолжить встречу. Этот успех дагестанец, выступающий за бахренский клуб KHK, посвятил своему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову. Когда я в бои смотрел, я настраивался, что он будет физически крепкий. И когда я зашел с ним в захват, я почувствовал его мощь. Поэтому мне вот мой главой эсет сказал, не торопись, поработай с одной ноги. Потому что в обе ноги я почувствовал, что он будет хорошо защищаться и грузить. Я прошел в одну ногу и получилось вроде бы, да. Там уже оттуда и пошел мой вот этот маховый. Удар, который... Который попал, да, вот, 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 где-то, как обычно, где-то палец у меня попадает. В этот вечер вал-арена в Красной Поляне была заполнена почти под завязку. Зрители увидели 11 поединков. Захватывающие бои шли с самой ранней стадии. С каждым новым боем на трибунах все громче и громче. Помимо Эльдарова в октагон вышли еще шестеро дагестанцев. Пятеро из них смогли порадовать армию болельщиков, прибывших из разных уголков республики. Соглавным событием вечера стал поединок с участием экс-претендента на титул чемпиона UFC Али Багаутинова. В последний раз в ММА 35-летний боец дрался больше года назад. Бой с соотечественником Олегом Личковаха полностью прошел под его диктовку. Для меня важна была эта победа. Хотелось возобновить карьеру. Зависело от того, как я проведу этот бой. Но как хотел, так и провел. Установка тренеров Саадулаева, Юсупа и Дмитрия Сапона была полностью реализована. Поэтому я доволен. Совместный турнир «Брейв» и «Крепость» прошел на ура. Россия стала 21-й страной по счету, куда ведущая Ближневосточная лига приехала за последние 4 года. Теперь организаторы планируют проводить в стране по 2 турнира в год. Курбан Рагимов, Магмед Гусейнов, телеканал ННТ, Сочи. В Махачкале состоялась встреча религиозных и общественных деятелей с титулованными спортсменами. А именно с выходцами из лесгинских районов. Цель мероприятия, по словам организаторов, укрепление и сохранение единства и сплоченности дагестанского общества. Выступающие говорили о необходимости просвещения подрастающего поколения. Это позволит уберечь его от пагубного влияния вредных привычек и привить духовно-нравственные ценности. Представители муфтиата также отметили, что спортсмены – это люди, на которых равняется молодежь. И очень важно воздействовать на молодых людей, проявляя благой нрав и показывая добрый пример. И вот сегодня проект, который собрал в этом прекрасном зале молодых спортсменов, выходцев из лесгинских районов, он подчеркивает то, что духовенство заботится о каждой нации. Друг друга начинаем узнавать, потому что не каждого узнаешь. Вот приходишь, не запоминаешь каждого с одной встречи. С каждой встречи потихоньку начинаешь, узнаешь, узнавать, братство появляется. И, конечно, это очень важная встреча для всех подрастающего поколения, и для взрослых, и для младших. Только блага вообще. Когда на религиозной такой теме, очень тепло бывает. Просто видеть, просто здороваться, даже посидеть, покушать вместе. Это были все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok